привет друзья с вами Денис и вкратце о чем будет выпуск расскажу как можем битриксе использовать различного рода оформления и назначать свой собственный шаблон на разделы устанавливать оформление для индивидуальной страницы сайта покажу как менять дизайн по условию или определенное время обо всем этом смотрите далее имея сайт на битрикс мало кто задействует функционал по управлению шаблонами а ведь это немаловажная часть веб-ресурса на сайте мы можем создавать мобильные версии отображения показать их по определенному условию изменять оформление для разделов так и страниц сайта менять его полностью структуру в зависимости от времени суток а также показывать различным группам пользователям абсолютно разный дизайн преимущество данного механизма это примеры персонального оформления сайта в праздничные дни или проведение каких-то акций мероприятий который начинается и заканчивается в определенное время суток также можно создавать различного рода условия которые будут срабатывать и автоматически менять дизайн при помощи встроенных различных шаблонов а как это все делается смотрите далее прежде чем показать как все подключается и настраивается давайте разберемся каким образом это все работает шаблоны находятся в директории templates и особенность их является отделение логики от отображения первое что должны понять вся информация в инфоблоков это своего рода база данных которая остается неизменна при различном оформлении дизайна сайта чтобы мы не делали с дизайном это не каким образом на контент с инфоблоков не влияет за исключение тех случаев когда редактируется содержимое инфоблоков через визуальную часть то есть есть база данных где хранится вся информация вашего контента также имеется шаблон которую эту информацию представляет определенном визуальном оформлении и таких шаблонов может быть множество у нас есть возможность эти шаблоны переключать между собой при помощи настроек сайта все шаблоны размещается в административной части сайта на страничке настройки настройки продукта сайты шаблоны сайтов обладая той или иной лицензии у вас уже будут предустановлены шаблоны в данной системе мы можем их изменять удалять делать с ними все что нам угодно при работе шаблонами обязательно сделайте резервную копию сайта это поможет в случае чего сэкономите время у меня системе установлено два шаблона стандартный интернет магазин и шаблон сайта из marketplace на примере интернет магазина проведем ряд операций удаляем шаблон а затем в основном его в системе при этом посмотрим что будет происходить с самим сайтом сейчас страница отображается у нас в таком виде давайте теперь перейдем наши шаблоны и сохраним данный шаблон для этого нажимая на следующую иконку выбираю скачать указываю куда его загрузить и подтверждая свои действия затем выделяя данный шаблон жму на этот крестик и удаляя его из системы теперь посмотрим что получилось на главной странице сайта переходим в ее визуальную часть обновляем страничку видим то что все оформление на сайте сбросилась на главной странице отображаются товары из каталога так как компонент находится в индексной странице в области воркареи и он подгружает товар из инфоблока если мы очистим индексную страницу тогда на главной странице сайт будет отображаться пустой и это не удалить товары из сайта так как они находятся на со базе данных вернем шаблон который до этого сохраняли для этого переходим шаблоны сайтов жмем кнопку загрузить шаблон затем выбираем наш шаблон для загрузки код автоматически поставляется из названия папки привязываем его по умолчанию к нашему сайту и жмем загрузить затем посмотрим его отображение открываем главную страничку обновляем ее и сайт полностью отображается в том виде когда мы его сохраняли для примера давайте подключим второй шаблон установлены у нас системе к определенному разделу я предварительно создал раздел и разместил в нем необходимые файлы для его отображения перейдем настройки списков сайтов открываем наш текущий сайт спускаемся самый низ до шаблонов тут убираем наш второй шаблон в системе а в поле тип условия указываем отображать для папки или файла а в поле условия прописываем название нашего раздела сохраняемся и проверяем что получилось для этого перейдет визуальную часть прописываем раздел браузерной строке жмем обновить и перед нами совсем другой дизайн сайта таким образом можем назначать разное оформление как разделом файлом так и отображать их по каким-то условиям давайте на примере интернет магазина сделаем копию шаблона и отредактируем ее как нам нужно и данную копию будем отображать по определенному условию переходим шаблоны сайтов копируем шаблон и немного отредактируем его код для начала меняя название интернет-магазин копия затем удалю правый сайт бар и для этого спускаемся вниз где находится его код и удаляют данное условие применим далее в настройках сайта пропишем дополнительные условия при которых будет отображаться текущий шаблон для этого выбираем шаблон копия и в колонке тип условия указан параметр url demo y и жму применить смотрим что получилось как видите пропал правый сайт бар а в остальном все осталось по-прежнему если мы теперь уберем данный параметр раз браузерной строки то подключится первый шаблон который установлен у нас по умолчанию шаблоны также можно отображать по времени где в первом поле указан дату публикацию а второе дата снятия с публикации а также можно задавать отображение шаблонов для отдельных групп пользователей шаблонов один из битрикс достаточно удобны и функциональны их использование во много раз ускоряет и упрощает разработку проекта делает сайт более функциональным и дает возможность заменить текущий дизайн а также отдельно создавать новый подписывайтесь на канал заходите в вк комментируйте видео кто для себя узнал что-то новенькое не забывайте ставить палец вверх а с вами был denis до встречи в следующем видео